Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джека Ханта FIFA 23 на PS5. Огромное спасибо ребятам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Многие ребята в комментариях просят снимать карьеру Ханта почаще. Ну ребят у нас есть с вами уговор, набирайте быстрее больше полутора тысяч лайков, быстрее выходит выпуск. Вы в последнее время по просмотрам неплохо набираете, но вот по лайкам как-то скромничайте. Так что не ленитесь прямо сейчас, подержите этот видосик своим лайком, сегодня нас ждут жаркие игры. Мы в прошлой серии бились в 1-8 финала Лиги Чемпионов и там нам достался Челси, которому мы уступили в первой встрече 4-2. Ну а после пришлось разбираться уже с помощью Хантера. В ответ на матч и по итогу мы, друзья, прошли 7-6. На волоске, конечно, это победа, но тем не менее мы вышли в четвертьфинал. И там, друзья, мы встретимся с Барселоной. Вот расклады четвертьфинала. Ювентус-Лион, Манчестер-Сити, Мадридский Реал, Барселона-ПСЖ и Бавария-Наполи. Что касается четвертьфинала Лиги Европы, здесь у нас Атлетик Клаб из Бильбао встречается с Вилериалом. Аталан, Томилан, Ливеркузенский Байер, Баруси Эминхен-Гладбах и Арсенал Астанвилла. И посмотрите, такие интересные пары, что здесь совпали все команды из своих чемпионатов. Испания, Италия, Германия и Англия. И в каждой паре как раз-таки две команды из одного чемпионата. Брага, к сожалению, в предварительном раунде вылетел от Баших Шахира. Но в четвертьфинал вышла наша прошлая команда в Лиге Конференции. Это Манчестер Юнайтед, они встречаются с Трабзам Спором. Здесь также Бешихташ встречается с Испаньолом, ПСВ, Стандартская Легия и также Фиорентина Харт. В общем, тоже интересные пары, будем следить. Ну и давайте, ребята, начинать. В комментариях ребята спрашивали, сколько сейчас Хантеру лет. У нас идет 29-й год, март месяц и Хантеру сейчас 24. У нас встреча против Монако, они идут сейчас в четверки лидеров. Ну а нам нужна победа, чтобы продолжать уверенно лидировать в чемпионате и в этом сезоне забрать кубок Французской Лиги. Вы, ребята, усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Также заглядывайте в Телеграм, там новости и анонсы выхода серии. Ну и заглядывайте на мой второй канал, его название Фандом Лига и там у нас прохождение сюжетных игр. Сейчас новинки, Хогвартс Наследие, Атомик Харт, Марвелс Миднайт Санс. В общем, каждый найдет для себя что-то интересное. В дальнейшем ориентировочно прохождение GTA 5, Red Dead Redemption 2, а также Last of Us 1 и 2. Кто смотрит сериал и не играл в игру, думаю, будет интересно посмотреть за прохождением. Там все-таки, на мой взгляд, есть моменты даже интереснее, чем в сериале. Мы отправляемся на игру, небольшая усталость есть, но надеюсь, что сил хватит. Погнали! В ответном матче против Челси Хантер действительно показал всего себя на 110% и смог помочь команде пройти дальше. Это было сложно, поскольку в первом матче, к сожалению, Хантер не особо как-то здорово выглядел, но вот в ответной игре как раз за счет его усилий наша команда смогла пройти дальше. Ну, это нормально, когда в одних матчах справляются одни ребята, в других матчах другие. Ну, а иногда бывает так, что они куражатся все вместе, не забивают кучу голов, как у нас частенько бывает в чемпионате. Нам нужно достигнуть 60% владения мячом, забить один гол или отдать одну голевую и получить оценку не ниже 8,5. И вот сейчас хорошая передача в центр, удар поворотом, а если бы скатили чуть-чуть ближе к 11-метровой, мне кажется, момент мог бы быть и опаснее. Первый опасный удар поворотом в исполнении гостей. Отбились. Передача на Диаса. Ну и вот сейчас Мбаппе нужно бежать. Ну куда? Да, но я не просил эту передачу. Вот снова, после некоторых изменений в составе, начинается какая-то ерунда на футбольном поле. Это Хантер попробует дальним ударом пробить. Галкипер с трудом справляется, но мяч не уходит на угловой. И еще один удар Хантера. Вот теперь уже вратарь переправляет. Мяч за пределы поля. Грубо въехали в ногу Хантеру, но атака продолжается. Кисье, Диас, дойдет ли до удара поворотом? Я думал, Мбаппе прокинет чуть дальше на Аярзабаля. Ну и пока я бы не сказал, что у нас какие-то супер-сверхопасные моменты, которые могли бы уже закончиться голом. Да, было пару ударов Хантера, но это было, так скажем, не очень опасно. Здесь Хантер здорово мяч выгрызает. А вот уже Вега. Ух, какой пас, и здесь успевает Донарума забрать мяч в руки. Это было действительно опасно. Немного было момента в первом тайме. Я не скажу, что, наверное, мы заслуживали забить или заслуживали забить Монако. Пока такая довольно равная игра, но больше расстраивает это то, что у нашей команды на последнем рубеже атаки не особо идут передачи. К сожалению, хороший заброс сейчас на Хантера. Хантер мяч принимает, скидывает в центр. Ну нет, здесь уже мы слишком сильно в офсайт забрались. А вот тут... А вот тут, ребята, мы подкараулили хороший пас. И Хантер на 55-й минуте выводит ПСЖ вперед. Ну, наконец-таки мы забили. Это, может, немножко, конечно, смутило защиту. Но, тем не менее, все в рамках правил. 25-й гол в 29 матчах. И кто, как не Хантер, должен сейчас именно тащить нашу команду. Ну и смотрите, сразу 8,6 рейтинг. Нечасто, нечасто нам за забитые голы давали такую оценку. Мы запросили замену за 20 минут до конца. Покидаем поле. А табло до сих пор не могут починить. Но у нас здесь большое количество замен. Там и Тамиасу выходит. Ну и голевой пас мы сделали. Оценку получили. Давайте досмотрим, как завершилась игра. Ну а по итогу Диас еще через 13 минут после нашего ухода забил второй гол. И по итогу мы победили 2-0. Ну а сейчас товарищеские матчи за сборную. Но их, ребята, я просимулирую. Я специально еще тренировочку одну оставил. Чтобы мы могли сейчас быстренько подкачаться. И, так скажем, удерживать хороший настрой в нашей сборной. И не опускаться до уровня резерва. У нас сейчас 2 матча, по-моему, если я не ошибаюсь, о сборной Румынии. Вот так уж получилось, что именно 2 раза мы с ними подряд играем. Я, кстати, вот говоря, не знаю, почему так в FIFA получается. Но вот к 29-му, к 28-му году очень часто были такие моменты товарищеских матчей. Когда наша команда играла подряд 2 раза с одной и той же сборной. Здесь ничья 1-1. Мы не забили. На 47-й нас еще с метро поменял. Но, видимо, мы там уже немножко подустали. И второй матч. Хантер тоже выходит на позицию ЦАПа. Мы видим, у него есть усталость. И главный тренер это подмечает. Здесь Делап забивает 1 гол. Мы отыграли, как я понимаю, все 90 минут. Еще и желтую карточку успели получить. Но, тем не менее, победа 1-0. У нас сейчас игра в чемпионате. Я думаю, ее мы, ребята, с вами сейчас быстро также просимулируем. Потому что там команда из нижней части. А вот после этого нас будут ждать 3 матча. Это матч с Барселоной. Первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Это матч против Марселя в чемпионате. Ну, а также матч ответный с Барселоной в Лиге Чемпионов. Давайте тогда сейчас быстро симулируем. Смотрим, как игра завершилась. И будем уже начинать такие, скажем, более важные для нас дела. Здесь ничья 3-3. Хантер Мбаппе забил дубль. Но соперник не сдавался. И у них из четырех ударов по воротам три забитых мяча. Первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Мы приезжаем в гости к Барселоне. Я очень надеюсь, что сейчас наша команда покажет хорошую игру. Посмотрите на состав Барселоны. Очень интересные есть ребята. Ну и у нашей команды есть усталость. Что немножко, конечно, расстраивает. Но будем надеяться, что все получится. Поехали. Надеюсь, что сейчас на фоне сильного соперника те же Мбаппе, Диас покажут хорошую игру. И вот этих вот ошибок, которые были в матче с Монако, которые мы, в принципе, могли допускать, я надеюсь, что сейчас наша команда не повторит. Последние передачи уже у ворот соперника должны, конечно, быть очень точными, чтобы можно было сразу забить. И сейчас мы должны показывать, мне кажется, более уверенную игру, потому что наша команда в последнее время на выезде играет дома. Ой, дома. На выезде играет лучше, чем дома. Итак, нам нужно забить два гола или отдать две голевые. Не проиграть в этом матче и получить оценку не ниже восьми с половиной. Ну что ж, давайте начнем и посмотрим, кто в этом первом матче четверть финала окажется сильнее. Хорошо, успели выбить мяч из-под ноги. Ну и побыстрее, побыстрее в атаку. Хантер. Пас пяточкой на Мбаппе. Он прошел. И вот здесь Диас уже был готов забросить на Хантера. Но, к сожалению, не получилось. Кисье пытается отнять мяч у двух игроков Барселоны. Но пока не получается. Зато здесь Диас действует здорово. Ай-яй-яй, в коридорчик. Но это я просил. Вот здесь уже нет ошибки партнера. Хантер. Пока свеженький, надо брать игру на себя. Ну и что, это не карточка? Это не карточка, Арбитр. Хантера чуть не сломали. И это даже было не вблизи ворот. Тео Эрнандес. Желтая. Сажаем защитника на предупреждение. Ну, действительно грубо. Надеюсь, что у Хантера никакой травмы нету. Давайте с Кисьена короткие разыграем. А вот за это Хантер получит желтую. Он пролетел мимо мяча и просто засандалил сопернику по ногам. Угловой заработан. И карточка тоже есть. Ну, немножко, так скажем, завели Хантера. Пенальти. Это пенальти. Мяч попадает руку Феррину Торосу. Ну и он, так скажем, не сильно, не сильно, конечно, сопротивляется. Посмотрим, была ли игра рукой. Ну, конечно. Аярд Забаль пробивал и Феррин Торос не успел отойти. Мбаппе. Мбаппе против Лахмана. По-моему, так зовут галкипера. Барселоны. Разбег, удар 1-0. Ну, хотя бы с пенальти у Мбаппе проблем нет. Он, как-то, знаете, как-то спокойно стал выглядеть в последних матчах. Какой-то вот агрессии у него нету. Как будто, знаете, ему на все стало наплевать. Не знаю, может быть, он зимой хотел перейти в какой-то другой клуб. Его не отпустили. И он как-то подрастроился. Но, с другой стороны, дружище, ты лидируешь в чемпионате. Ты вышел в четверть с финал Лиги Чемпионов. И ты сейчас на 29-й минуте пока что обыгрываешь в этом двухматчевом противостоянии Барселону. Доведи дело до конца, до конца сезона. А потом уже думай об уходе. Передача на Диаса. И Хантера просто поломали, ребята. Хантера просто поломали. Барселона решила просто вырубить, по всей видимости, Хантера. Не дать ему возможность играть. Хантер. Классный черпачок на фланг. Аярзабаль. Передача на Мбаппе. Нужно решать. Мбаппе. И он забивает второй. Он забивает второй, ребята. Никакого офсайда. Концовка первых 45 минут. Ну вот Мбаппе за товарища отвечает как надо. Сегодня, конечно, Хантера просто готовы были изувечить. И мы до сих пор на пластыре. До сих пор на травме. Не знаю, что там будет. Пока 2-0, ребята. Пока 2-0. Хантер по-прежнему на пластыре. Но будем сейчас надеяться, что он может еще оклемается. Хантер. Классная передача. Аярзабаль выкатывает. И вот здесь спасение. Здесь спасает голкипер Барселоны. Пока вот у них таких моментов нет вообще. Хантер. Передача на Мбаппе. Нет никакого офсайда. Мбаппе. Он сначала думал сделать пас. Но после принял решение бить. И мог сейчас оформить хэт-трик. Риск уйти с поля на замену. Но оно и понятно, ребят. Мы немного сейчас помогаем команде. А это Педри несется на наши ворота. И с трудом. С трудом Донорума спасает. Нас меняет главный тренер за 15 минут до конца. Ну и матч так и закончился за счетом 2-0. Друзья, у нас травма. Вывих колено. И мы пропускаем 4 недели. Но сейчас, так скажем, все в руках наших партнеров. Игра против Марселя. Давайте смотреть, как будут завершаться эти игры. И будем надеяться, что в Лиге Чемпионов все пойдет дальше. Здесь Мбаппе забивает гол 1-1. Ответная игра против Барселоны. Давайте смотреть, как завершится эта игра. Как мы видим, у них уже небольшие перестановки. И они добились своего. Они сломали Хантера. И смотрим, как сыграли в ответном матче. Это ничья 1-1. Но по сумме мы проходим полуфинал. Судя по всему, друзья, мы и финал можем пропустить. Ну, а точнее полуфинал. Потому что восстанавливаться нам еще 20 дней. А полуфинал уже близок. Здесь снова ничья 2-2. К сожалению, мы не можем сейчас улучшать отношения с главным тренером. Поэтому мы просто смотрим, как наше отношение ухудшается. Здесь победа 5-1. Сансет оформляет у нас хэд-3. Диаз забивает им Баппе. Мы продолжаем лидировать. Но хотя бы в чемпионате у нас уже есть 100% уверенность, что вряд ли нас кто-то догонит. Давайте смотреть, как завершится эта игра. 3-1. Победа. Не здесь Диаз. Делай дубль. И один гол на счету Аяр за Баля. Видимо, ребята, это судьба. И сейчас, как мы видим, наша команда встречается с Ювентусом. Из которого как раз мы и пришли в ПСЖ. И так уж получается, что мы не выходим играть против бывшей команды. Так плюс еще, ребята, мы и не участвуем в ответном матче. Потому что как раз там только после него у нас закончится восстановление. Бавария попала на Манчестер-Сити. Что у нас в Лиге Европы? Здесь Баруси Менкингланд, Бахаталант и Атлетик Клаб Бильбао Астон Вилла. Ну и Лига Конференции. ПСВ Бешекташ и Манчестер Юнайтед Фиорентино. Вот они стартовые составы команд. Нант, Влахович, Кьезо, Вальверде, Гендузи, Морена, Закария. Интересные ребята. Анана по-прежнему на воротах в Юве. Ну и давайте смотреть, как сыграют команды. Это ничья 1-1. Вальверде и Айрзабаль забили по голу. Остается 6 дней до нашего восстановления. И у нас игра в чемпионате против Нанта. Наши парни никак не могут форму набрать. И здесь поражение 2-0. Иногда ребята в комментариях спрашивают, какие планы по поводу карьеры в дальнейшем. Но иногда бывает так, что в карьере не все зависит от тебя. И какие-то планы, как, например, сегодня, когда я расписал, какие матчи будут, могут накрыться вот такой вот травмой на целый месяц. У нас ответная игра против Юве. Вот стартовые составы. Смотрим, как она завершилась. Это победа 2-1. Санцет и Диас забили по голу. А у Ювентуса забил Кьезо. И по итогу 3-2 мы проходим финал. Ну а Манчестер Сити с общим счетом 2-1 выиграли у Баварии. Что касается Лиги Европы. И здесь в финал вышли Баруси Мюнхенгладбах и Астон Вилла. А в Лиге конференции Бешектар встретится с Манчестер Юнайтед. Я думаю, сейчас мы сыграем, может быть, 1-2 матча на выходах на замену. И, собственно, сейчас посмотрим, сможем ли мы набрать форму. Потому что в следующей серии нас будет ждать финал Кубка Франции. Нас будет ждать финал сезона. И встреча с Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов. Мы выходим на 55-й минуте в 5-й секунде. И, ребята, погнали. Знаете, хотя бы радует то, что мы смогли восстановиться до конца сезона. И, так скажем, можем принять еще участие именно в остатке главных матчей. А именно в финале Лиги Чемпионов. Нам нужно забить один гол или отдать одну голевую. 35% обводок. И высокая оценочка снова. Мбаппе подача. И там пенальти. В руку мяч попал. Ну, вот в такой вот бывает часто толкучке. Мяч доцепанет руку. Главное, чтобы арбитр увидел. И он здесь заметил игру рукой. Игрок Мэтца сыграл рукой. Но Мбаппе подходит к 11-метровой отметке. Берет разбег. Бьет поворотом. И переигрывает галкипера. Это 2-0. А может быть, знаете, так специально произошло, чтобы Хантер не встретился с Ювентусом. Не огорчал свою бывшую команду. И, так скажем, не прикладывал руку к их проигрышу. Хантер Мбаппе сейчас на фланге разыгрывает вдвоем. Хантер заскочил в штрафную. Выкатил под удар. А Диас забил галкиперу между ног. Но здесь немножко фартануло просто нашему партнеру по команде, что галкипер раздвинул ноги. И мяч заскочил именно туда. Потому как в другое место Диас попасть просто не сумел. Это 3-0. Ну, Хантер хотя бы голевую оформляет после выхода с травмы. Хотя играть еще полчаса. Хантер. Красиво. Такой гол Хантера. Ну, вот он и показал свою технику. И что он не забыл, как нужно обыгрывать и как нужно забивать. 4-0. Ребята, я думаю, этот гол заслуживает вашего лайка. Ну и шикарный выстрел. В дальний и нижний угол. Никаких шансов у галкипера. Не начинаются замены у нашей команды. Удар по нашим воротам. Донорума вытягивается в струнку и надбивает мяч на угловой. Это Миясу выходит на поле. И остается примерно 20 минут. У соперника тоже замены. Еще один момент. Донорума. Это Хантер. Разгоняет сейчас атаку нашей команды. Хантер бьет в дальний, но нет. Еще одна подача. Момент. Донорума красавец. Ну вот с реакцией у Донорумы, у того же Куртуа, все в полном порядке. А вот здесь уже пенальти в наши ворота. 15 минут до конца. И это шанс хозяев хотя бы завить гол престижа. Разбег. Удар. Переиграли Доноруму. И обидно, что в счете, когда ты ведешь 4-0. Соперник все же забивает. И обиднее всего, наверное, галкиперу, который 75 минут провел такой матч на ноль. Спасал команду. Ну а здесь его просто перехитрили. Еще одна передача на Хантера. Тот разворачивается под центр. Диас, вот вам за пенальти. 5-1. Ну вот когда все четко, быстро проходит у соперников таких уровней. Конечно, шансов мало сдержать нашу команду. Ну и сейчас хотя бы форму поднаберем. Ну и Диас. Диас классно пробивает между защитником и вратарем. Жестко сбивают Хантера. И желтая карточка. Сегодня все команды решили просто избить Хантера. Ну, видимо, он своими финтами немножко подбешивает соперника. Удар Мбаппе. Мяч пролетает рядом. Хантер набирает скорость. Передача на Мбаппе. И она прошла. Мбаппе. Ну же, скидка. Хантер и гол. И даже здесь эти парни довели дело до атаки. До взятия ворот. Это 6-1. Это дубль Хантера и Мбаппе красавчик. Хоть и не лучший пас на скорости получился вот здесь у Хантера, но Мбаппе отборолся. И выкатил аккуратно Хантеру под удар, а тот не подбел партнера по атаке. Это 6-1. И снова Хантер. Еще удар. И мяч пролетает рядом. Ну и все. Арбитр не дал довести атаку. Тем не менее, мы выиграли крупно. И увидимся, ребята, с вами, наверное, уже в следующей серии. Мы как раз проведем остаток тех матчей в чемпионате, которые есть. Сыграем в финалах. И будем надеяться, что у Хантера наконец-таки получится выиграть Лигу Чемпионов. От вас, ребята, я жду в поддержку как можно больше лайков, как можно больше комментариев. Ну и если вы новенький, не забывайте подписываться на канал и залетать в телегу. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok